Выпуск молодя Осетра в реку Лену, капитальный ремонт школ, медицинская помощь участникам спецоперации и членам их семей, День физкультурника и новый мурал в поселке Максгалохе. Смотрите в этом репортаже последние новости из Хангаласского улуса. В начале августа в реку Лену выпустили более 162 тысяч молоди сибирского осетра. Зарыбление прошло под селом Улаханан в целях компенсации ущерба, наносимого водным биологическим ресурсом и среде их обитания. Перед вами мобильный инкубационный цех якутского филиала главрыбвод в селе Улаханан. Этот цех работает с 2021 года. Здесь стоят специальные бассейны, в которых разводят мальков рыб, в данном случае осетра. Их выращивают до месячного возраста, прежде чем выпустить в водоем. Средний вес мальков при этом от 1 до 2 грамм максимум. Производственный процесс по выращиванию молоди сибирского осетра зависит от многих факторов. Таких, как постоянная температура, кислородный режим, поддержание постоянного потока чистой воды, соблюдение строгого режима корма, питания молоди, очистка бассейнов от продуктов жизни, деятельности и так далее. У каждого бассейна можно заметить табличку с названием тех или иных компаний промышленного сектора. И с указанием цифр – это количество молоди, которые они приобрели. Дело в том, что предприятия, которые оказывают негативное воздействие на водные биоресурсы, государство обязывает компенсировать ущерб. Например, посредством выпуска мальков водоемы. Нынче с якутским филиалом «Главрыбвод» договоры на мероприятия по выпуску молоди сибирского осетра заключили 13 предприятий. Среди них «Газстройпром» – главная строительная компания корпорации «Газпром». В реку Лену «Газстройпром» выпустил в этом году 30 тысяч мальков осетра. И на следующий год мы планируем продолжить выполнение данного мероприятия и осуществить выпуск, заключить договор с якутским филиалом ФГБУ «Главрыбвод» на количество 170 тысяч экземпляров сибирского осетра и осуществить выпуск. Также в среднее течение Лены в 2024 году. Если в первый год работы мобильного инкубационного цеха в селе Улаханан удалось вырастить чуть более 32 тысяч мальков осетра, то в этом году их количество увеличилось в 8 раз. Более 162 тысяч экземпляров уже выпущены в реку Лену. Объемы искусственно выращиваемой молоди сибирского осетра планируют из года в год увеличивать. Также ожидается расширение инкубационного цеха, а следом – начало искусственного воспроизводства мальков других видов рыб. Нынче в Хангаласском Лусе в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» ведется капитальный ремонт пяти школ. Так преобразилось до неузнаваемости здания школы в селе Верхний Бестях. И внутри, и снаружи проведены значительные работы по обновлению. Приобретено необходимое для учебного процесса оборудование. В ремонте также помогают учителя и родители учащихся. Школа 89-го года выпуска. Капитального ремонта в школе не было. Объем работ очень большой. У нас в школе меняется абсолютно все поменяли. И отопление, и канализацию, и стены, и крышу, и фасад. Оборудование полностью будет новое для детей. Почти работы уже закончены. Надеюсь, что к первому сентябрю мы все зайдем в новую красивую школу. Хангаласская центральная районная больница оказывает медицинскую помощь участникам спецоперации и членам их семей. Так, демобилизованные или приехавшие в отпуск бойцы могут вне очереди записаться к участковому терапевту или к врачам-специалистам. Например, к хирургу, офтальмологу, отоларингологу и так далее. То же самое касается их жен и детей. Также у них есть возможность пройти профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию, получить направление на обследование и реабилитацию в республиканских и федеральных медучреждениях. По последним данным, за перечисленной помощью в поликлинику города Покровска обратились 18 хангаласов, участников спецоперации. Медицинскую реабилитацию они могут получить в различных центрах медицинской реабилитации, таких как Республиканский центр медицинской реабилитации и спортивной медицины, а также за пределами республики, например, Бесчакда. 11 августа в Улусе отметили День физкультурника и столетие физкультурного движения в Якутии. В первую половину дня одновременно на трех спортивных площадках города Покровска прошли состязания по баскетболу и мини-футболу среди детских, юношеских и взрослых команд. После обеда в администрации района состоялось торжественное отчествование активистов физкультурного движения, где отметили не только учителей физической культуры и тренеров, но и ветеранов силовых структур и боевых действий, а также участников специальной военной операции. Почетным гостем мероприятия стал герой России Александр Колесов. Если раньше этот праздник отмечался на энтузиазме самих физкультурников, то в настоящее время уже повсеместная поддержка данного движения. Поэтому отрадно и радостно то, что не зря всего это затевался, вот этот праздник. И как бы у нас главная цель – оздоровление населения подрастающего поколения и вообще в целом нации. Все равно физкультура – она база всего, я считаю. Поэтому будь то силовые структуры, будь то какие-то другие госслужбы и так далее, физическая подготовка – она наипервейшая задача вообще в жизни человека, я считаю. На одном из многоквартирных домов поселка Махсагалох в скором времени появится произведение уличного настенного искусства «Мурал». Рисует его художник из Казани Рустам Салимгараев, известный под псевдонимом Рустам Кубик. Художник-муралист, прибыл в Якутию на прошлой неделе и сразу приступил к работе. Рустам Кубик создает «Муралы» уже 9 лет. Его работы можно увидеть в разных странах мира – от Новой Зеландии до Мексики. Немало фасадов он также украсил и в России. В Якутии он работает впервые. В качестве холста ему доверили стену многоэтажки по улице Соколиная 8 в поселке Махсагалох. Над Муралом Рустам трудится несколько дней, и уже четко видна фигура маленького мальчика на фоне неба. По задумке здесь мальчик лепит из песка на берегу реки, лепит из песка городок, который в отражении уже, скажем, переходит в реалистичный сам поселок Махсагалох. Эскиз «Мурала» одобряли совместно Центр компетенций лета и администрация поселка в рамках ежегодного фестиваля современного искусства «Лето Якутия». В этом году у нас был сбор заявок Open Call, которые мы провели в начале июня, и по поступившим заявкам мы выбрали несколько художников, которые у нас рисовали, взяли объекты в Махсагалохе и в Тикси. В Тикси мы закончили уже работу буквально на прошлой неделе, ездили туда, у нас масса впечатлений по этому объекту. Площадь Мурала в Махсагалохе – 255 квадратных метров. При этом Рустам трудится один, без помощников. Разве что перед его приездом местное градообразующее предприятие «Якуцемент» провело подготовительные работы, очистило стену от пыли, грязи и старой краски. Стоит отметить, что процесс создания Мурала сопровождают такие явления, как задымленность из-за лесных пожаров и сезонные летающие насекомые. Самый сюрприз – это насекомые, конечно, но есть следствия от этого всего, поэтому в целом никаких проблем нет. Работается хорошо, условия хорошие, мне все нравится. Мурал Махсагалохе отлично виден со стороны нового общественного пространства поселка – сквера первостроителей, где любят проводить время местные жители от мала до велика. Можно сказать, что Мурал – это продолжение сквера. Поселок строится, поселок преображается. Вот сейчас там рисуют на доме красиво. Конечно, хотелось бы, чтобы все дома пообновили, но не в силах, наверное, это. Но поселок смотрится хорошо. На днях жители поселка могут уже в полной мере оценить работу Рустама Кубика. Редактор субтитров А.Семкин